Продолжение следует... Узнать смысл жизни и так далее, а мы почему-то думаем, что это не так. В общем, Европейский университет в Санкт-Петербурге рад приветствовать вас, и открытые философские факультеты, я так понимаю, тоже рад вас приветствовать. И мы сегодня будем обсуждать судьбы философии в данном конкретном времени и месте. Передаю слово нашему соорганизатору Ладе Владимировне Шаповалове для вводного слова. Я тогда для начала встану, чтобы я тебе покрою свою историю. Позвольте мне начать наш круглый стол с «Зачем философ в скудное время?» и в первую очередь представить основных участников нашего дорогого гостя Анатолия Валерьяновича Ахутина, которого мы обязательно услышим еще завтра на лекции, которая начинается в 2 часа дня на Лиговском проспекте, дом 25. Прошу, пожалуйста, приходите. Артемия Владимирович Магун, которая будет вести вторую часть, посвященную более конкретным вопросам. Предполагаем, что наш круглый стол будет из двух частей, а в средине мы сделаем небольшой перерыв. Илья Игоревич Мабринский, Нина Михайловна Савченкова, Роман Викторович Светлов, Евгений Питач-Малышкин, Николай Борисович Иванов и Александр Николаевич Савов. Основные участники нашего круглого стола. Также я хочу, конечно, поприветствовать и аудиторию, среди которой я вижу много наших постоянных участников, много коллег и друзей. И, к сожалению, не могу представить всех, но надеюсь, это случится во время дискуссии, которые мы перейдем после основных частей обсуждений. То есть мы предполагаем дискуссию, ваши реплики, замечания, вопрос, естественно. Наш круглый стол, как я уже сказала, называется «Зачем философскудное время?» и посвящен он смыслу философствования или актуальному актуальности философствования в современности. События, в отношении к которому определяется философия в современности, мы вслед за Гердерленом и Хайдегером предлагаем назвать «Скудное время». «Скудное» — это время, когда боги оказываются в другом мире, когда стерты следы к божественным, когда тускнеют ценности, когда нарушаются предустановленные связи, когда непонятно, что делать и что говорить. Зачем в этом времени философ? Делает ли скудное время философию невозможной или, наоборот, требует ее, провоцирует ее, приводит ее в движение? А может быть, напротив, философия — это то, что движет скудное время, то, что разоблачает скудость времен, то, что открывает иные времена и делает возможным возвращение богов. Конечно, вот этим своим кратким вступлением я не задаю никаких окончательных ориентиров для столкновения с пунктами времени и отношения философии к нему. Я только рассказываю надежду, что у нас получится разговор, в котором нам, многим из нас, получится высказать свое понимание этих вопросов, и что не менее важно и более сложно получится услышать понимание другого. И для того, чтобы начать разговор, я предоставляю слово Владимира Григорьевича. А Путину, пожалуйста. Спасибо. Одна минута лирики. Я так благодарен за, во-первых, за само приглашение меня и за столь радушный прием, что я очень взволнован и напуган. Я извиняюсь просто, что если я не буду говорить достаточно гладко, и главное, быстро. Я должен только начать. Но для того, чтобы начать, мне нужно сказать один тезис. Вот я его попытаюсь сформулировать. Значит, первое. Мне чрезвычайно важно эту ситуацию, вопрос о том, зачем философия в скудное время, услышать понятие изнутри философии. Не так, как нам представляется положение современной философии в современном мире, а как сама философия могла бы понять наш вопрос. Поэтому я хочу последовать за тем, как задана наша тема. Она задана с помощью строчки из стихотворения Гёдерлина. И начинается эта строфа, откуда она взята, с того, что мы, но мы, друг, слишком поздно пришли. И я немедленно вспомнил, что нам известно знаменитый афоризм тоже, философский афоризм этого же времени примерно друга Гёдерлина Гегеля с совами нервы начинает свой полет в сумерках. Вот это самое позднее время. Но в усах Гегеля этот тезис звучит совсем иначе. Это не просто ощущение потерянности, оставленности богами, а, как и положено у Гегеля, сказано, собственно, каким богом, какими богами мы оставлены и почему. Этот афоризм он приводит в лекции по философии права, и он немножечко шире, разумеется, сказано, собственно, куда мы опоздали, почему поздно, что за это вот сумерки. Это сумерки эпохи, которая кончается, даже лучше сказать завершается. Вообще сказано словом «Фертик гемахт», то есть готово, вот она готова, как художник изготавливает произведение, говорит, все готово. Вот тут возникает место для философского осмысления, что, собственно, готово, что произошло, что это за эпоха. Это по гегелевскому языке называется «цайтгайст». Его часто в нынешнее время, как и все остальное, разоблачают, но если мы связываем хоть какой-то смысл с такими понятиями, как новое время или модерн, как нынче говорят, то мы имеем в виду целостность некоторой эпохи, то есть вот некоторый дух времени. Вот этот дух, этот бог, который создал, как художник, какую-то эпоху, вот он, оказывается, когда заканчивает свое дело, он вдруг может понять, а что это, собственно, за дух был. Вот что-то это за исторический бог, который сотворил эту эпоху, это время. Вот тут он впервые понимает это. И это означает конец этой эпохи. То есть уже в 20-м году, 19-го века, когда гегель это сказал, сова вылетела, значит, и то, откуда она вылетела, закончилось. Мы впервые поняли, что, собственно, произошло и что дальше. Понять-то мы поняли, но мы поняли все, в чем заключается понимание, не больше, не меньше, как целой исторической эпохи. Нам как бы больше понимать нечего. Вот это и связано с тем, в чем обычно, ну, обвиняют буквально гегеля, что все, он понимал свою систему как завершение всего. При этом не какой-то эпохи, никакого-то нового времени, а всей истории развития этого самого, ну, по меньшей мере, европейского духа. Хотя он, как вы знаете, включил и все, так это для полноты, весь Восток и так далее. Так вот, через год примерно он читает, лекции, ведет по истории философии, которые заканчивают таким образом. Очень любопытная игра фраза. Значит, вот эта конкретная идея, которую усвоил дух, есть результат стараний духа на протяжении всей, своей серьезнейшей, почти 25-ти вековой работы вся история. И чтобы стать для самого себя объективным, познать себя. И он приводит строчку из Вергилия. Очень интересную строчку, которая, я не буду читать ее по-латыне, вот так много трудов понадобилось, чтобы дух познал самому себя. Это «Ипсум когносцерементам». Чтобы дух познал, когда прочитываешь эти строки, думаешь сразу, что вряд ли Вергилий мог, кстати, сказать, что-то в этом духе. Дух познать самому себя в «Инаиде Вергилия», извините. И тогда мы, ну, конечно, не мы, комментаторы, разумеется, говорят нам, что за строчка. Так, столько трудов нужно было, чтобы заложить основание Рима. Потому что Иней долго мотался по Средиземному морю, прежде чем он доплыл, и основал. И так, что мы тут видим? Не завершение, не завершение, мысль тут обращается на другое, а начало. Вот столько трудов 25 веков нужно было, чтобы дух опознать самому себя, или всё-таки заложить основу чего-то другого, какого-то великого града. Значит, вот вопрос, который я и формулирую, и сейчас закончу. Философия сразу же оказывается, во-первых, в каких-то сумерках, а по-немецки ещё есть слово не демеринг только, а свелихт, это значит двусветие. То ли это сумерки заката, то ли это сумерки рассвета. Это вот такое промежуточное время. Что-то кончилось, ещё ничего не началось, но уже что-то должно или может начаться. Понятно, что это очень глубокая внутренняя трудность самой мысли Гегеля, которая построена постоянно, как самокритика, а в конце она должна закончиться, закончиться, а как же критика, что же заканчивается, или она прекращает относиться к себе, да нет, она продолжает относиться к себе, она себя как объект впервые видит. Так вот ситуация. Итак, она в сумерках. То ли заката, то ли рассвета, не очень ясно. И главная трудность состоит в том, что то, что было, она может понять и понять до конца, а то, что будет, у нас ничего нет. У нас почему нет? Потому что всё, чем мы что-то понимали, теперь мы поняли. То, что мы, чем мы понимали, разум, которым мы понимали, разум, который мы мыслили долго, 25 веков мыслили, мы его наконец поняли. Всё. И что там может быть дальше? У нас нечем понимать. Вот эта ситуация, нечем понимать, что происходит. Это чрезвычайно значимое, на мой взгляд, для того, чтобы понять, в каком положении находится философская мысль. Не потому, что там внешние обстоятельства, это само собой. Внутри философское обстоятельство, конечно, сформулировано на языке Гегеля. Значит, только обратим внимание вот на что. Философия, как известно, от другого автора, она, вообще говоря, непонималка, непониматель. Она родовспомогательница. Она, это самое, повитуха. Она не собирается ничего понимать. Она позволяет родиться мысли. Родиться не Сократ понимает, а он помогает у своих собеседников родиться мысли. Итак, вот вам первое, первое, как бы, просвет, вот рассвета, да, что философия понимать не умеет. Она все, как она понимала, она поняла. Теперь она как-то должна понимать по-другому. Но главная ее задача не в этом, главное дать родиться тому, тому чему, а вот какому-то новому, кавычка говоря, Богу, то есть тому, кто способен делать вот эти самые произведения, историческую эпоху, или действительность, как говорит Гегель. Вот внимание к тому, где эти зачатки того, что называется действительность, на гегелевском языке, это очень мощная вещь. Это греческая энергия, это то, где Батиеса совершается. Значит, вот это вторая сторона дела, значит, задача философии в это самое скудное время, да, в промежуточное ночь, рассвет, ее задача увидеть, уловить, уловить росток нового, такого нового, который способен на бытие действительности, способен на бытие исторического духа, Бога, ну, не в религиозном смысле слова, не обязательно в религиозном. Все, все, все. Все. Аплодисменты. Да, вот Анатолий Валерьянович озвучил, мне кажется, очень важная такая определенность философского жеста, да, который может быть уместным в эпоху скудных времен. И этот жест создания условий для рождения мыслей, да, и сохранение, ну, то есть, удержание этих условий для рождения мысли, для рождающейся мысли. И вот я хотела бы тоже пригласить коллег продолжать разговор и в этом смысле, может быть, подключить вот этот момент тоже, обсуждать и предлагать, да, некоторые идеальные, да, или предположительно идеальные философские жесты, которые, может быть, имели уже место, да, вот в традиции, Анатолий Валерьянович ссылается на Сократа, да, а может быть и не имели, но мы можем их описать, да, вот этот вот какой-то правильный философский жест, который возможен и необходим в скобные времена. Анатолий Валерьянович, обязаны смениться те способы, которыми мы понимаем. Вот Хайдегер в той статье, из которой вырастает название этого круглого стола, он говорит о священном, он говорит о натяжённом, ну, которое в новое время становится протяжённым, да, и он, вот он говорит об отвлечённости людей от животных, причём там в этой статье так сказано, как если бы это была зависть, ну, то есть вот зависть людей по отношению к животным, потому что животные включены, а нам ещё нужно расплачиваться за это отстояние. И Хайдегер в этом смысле перечисляет то, чем жест делается, чем жест философии делается. Ну, и кажется, ну, и вот таков итог, в общем-то, статьи. А вы говорите о другом, вы говорите о том, что заканчиваются те вещи, которыми мы понимаем. Почему, собственно? Ну, вот я буду стоять. По логике Гегеля, во-первых, поскольку всякая ступень, пройденная этим мыслящим духом, она устроена таким образом, что он обращает внимание на себя, и, как он выражается только в феноменологии, извлекает опыт, что он не понимал неправильно, что эта мысль мыслила неправильно. и она извлекает опыт о себе, сознание извлекает опыт о себе. Ну, то есть, мы можем сказать просто, мы извлекли исторический опыт из нового времени или же о всей истории. Наше понимание по-гегелевски это извлечение опыта. Кто мы такие, как мы мыслили, что происходит и так далее. Мы извлекли опыт, мы должны измениться по Гегелю. Извлечение опыта, этот человек стал опытнее, он должен измениться. А тут изменяться некуда. Почему? Потому что дух сам себя знает. Вот у него нет предмета понимания, он ни к тому не может понимать, что у него кроме самого себя Гегель, да простит меня его тень, поступает в конце просто нечестно. Он говорит, он свободно отпускает себя в природу, то есть в то, что не он. ну извините, мы прошли природу, натурфилософию, мы ее прошли честно за вами, след, теперь же нам скучно туда возвращаться. Но тем не менее, это самоотрицание Гегелевского, самоотрицание духа вписано в саму Гегелевскую логику. Вот это я и называю обнаружением того, что мысли нечем понимать. То, чем она понимала, оказалось не тем же, уже все не годится. Я взвлек опыт, что это закончилось. А теперь, если возвращаться к Хайдегеру, не к этой статье, которую я поленился перечитать и посмотреть, а к тому, что он говорит относительно Гегеля. Хайдегер, не знаю, согласятся ли со мной, мои коллеги, на мой взгляд, абсолютно гегельянец. Он двигается в сторону противоположной, да, это метафизика. Между прочим, между прочим, вот вам конец вроде бы эпохи у Гегеля, но она на протяжении ста лет, а может и больше, продолжала заканчиваться. И переформулировка как преодоление метафизики это тот же самый жест. Она была, она постоянно, и каждые 20-30 лет там говорилось, что все окончено. Я напомню знаменитую фразу из этого самого Вартенбурга, из письма человек нового времени начавшийся с возрождения готов к погребению. Все, концы. Дальше там закат запада, все, концы. Дальше кризисы, все, все, это конец, конец, до сих пор мы никак его не похороним. Гегель нам сказал, что все, теперь уже можно хоронить, а мы его никак не похороним. у нас уже постмодернист, у нас все что угодно, не пост не классическое и так далее. Так только то, что мы не можем назвать этого нового, кроме как пост не и так далее, уже говорит о том, что мы не знаем, что происходит. Мы не можем назвать, не можем назвать это гроб дел, все, мы не понимаем ничего. И И Хайдегер говорит в этой связи, если уж говорить о его фундаментальных о новом начале, новое начало, это не то, которое продолжает, он же говорит по отношению к Гегелю, надо сделать Шри Цурюк туда, откуда он еще начальнее, чем он начал, а тогда мы получаем в конце, ведь в передвижении вперед есть возвращение и назад, как известно по Гегелю, тогда в конце мы имеем надежду получить нечто, где скрывается смысл нового начала, и тогда, но что касается меня лично, я говорю, что жест философский, жест нынче, это внимание, внимание и только внимание, а не конструирование никаких систем, никаких концепций, это все уже было, внимание, надо найти тот зародыш, тот росточек, потому что по Гегелю, по самому мы узнаем из филологии духа, что новое, у него же это эпохи-то уже были, новое имеет вид маленького, ничтожного, незаметного, клеточки, как говорили марксисты наши, которые вот надо разглядеть, где эта клеточка, это жест вот какой, вот внимательно, ну почти чутья, да, вот чутья животное вынюхывает, где эта косточка зарыта, вот ее вынюхать, и вот к ней все внимание, и дать ей, конечно, раскрыться при условиях порождения речи и всего и всей сократовщины, то есть позиция современной философии насквозь сократовская, которая должна найти своего алкериада, должна найти своего... Ну вот, про конец, все-таки я бы немножко пропонировал, потому что действительно было довольно многое достигнуто и философией, и мировым духом, и людьми, и, в принципе, вот изобрели атомную бомбу, изобрели мобильные телефоны, определенный прогресс есть, победили туберкулез почти, но, тем не менее, мы не имеем вечного мира, который, казалось бы, при помощи атомной бомбы уже должен был наступить, она для этого изобреталась, вот, мы на самом деле имеем страшную скудость, да, упомянутую в Индии, в Африке, где миллиарды, фактически, недоедают при нашем огромном богатстве. И мы, в принципе, имеем довольно много знаний о действительности, которые бы могли уже нам дать некоторую систему знаний о Вселенной, более или менее на уровне наших конечных возможностей, и, главное, дали бы каждому человеку, научив его алфавиту, дали какие-то инструменты управлять собой в жизни, на что философия, кстати, почти с самого начала была направлена, имеем ли мы это, дорогие товарищи, нет, мы этого не имеем. Почему? Я имею в виду способность обычного человека собой управлять. Нет, вот бумажки заполняется он или она умеет, а какого-либо здравого смысла в руководстве собственной деятельностью этот человек не имеет, ну, как и, естественно, знаний о действительности, более того, мы имеем регресс в последнее время, там, люди верят тому, что по телевидению показывают, вот, раньше не верили, потому что лучше было преподавать наукой. Значит, вот, так я к чему говорю? Что, соответственно, мы не живем во времени, когда что-либо завершилось. Мы живем во времени, когда мы были на грамме того, чтобы что-то завершилось. То есть человек по природе, он склонен впадать в энтузиазм, и вообще, ну, как у человека есть гений, да, в частности, философский гений. Но проблема этого гения в том, что он замирает на пороге собственного совершения. Он боится себя. И философия боялась себя, испугалась себя, я бы сказал. И если мы посмотрим на, там, развитие философии после Второй мировой войны, это вот такой, как бы, жест ежа, да, которого, там, коснулись, и он сворачивается. Ну, вот, то, что Бадзилл называет антифилософией, аналитической философией. То есть уход философии от, собственно, амбиции, действительно, познания и создания рациональной субъективности, не побоюсь этого слова, мы испугались. Вот. И Хайдеггер, собственно, об этом и говорит в этом тексте, про схудость. Хотя я повторяю, что схудость, и Хайдеггер это прекрасно понимает, она же и богатство. Это вообще имеет в виду экономическое отношение к космосу, которого мы достигаем, когда мы, в общем-то, вроде бы, что его уже конституировали. Тогда он, типа, наше имущество. Но его у нас нет. Вот. Так вот, Хайдеггер говорит, что вот эта бездна, в которой мы оказываемся в этом просвете времен, какие жизненные качества она от нас требует? Вот то, что Лада спросила. Что вот, как человек, как я должен себя вести, чтобы быть хорошим философом? Умным быть, ну, это понятно. Но это, как мы все понимаем, недостаточно. Да, нет, что-то еще нужно. Таким вот хитрым, наверное, тоже надо быть. Но, помимо этого, надо быть еще смелым. Это я и Макиавелли уже учил. Надо быть не только хитрым, но и смелым. И вот Хайдеггер это повторяет. Он говорит, что человеку в схудное время больше всего нужна отвага, потому что он беззащитен. И вот этой отваги нам с вами, как философами, и не хватает. Вот, потому что надо быть смелее, надо формулировать общие системы мысли и руководство для всех людей планеты, как жить. Мы этого не имеем. Где это? Вот мы будем говорить о завершении, когда каждый присутствующий в зале напишет такую систему. Можно одно словечко только, да? Я не считаю, что то, что описал Артемий Владимирович, показывает, что что-то не завершилось. Завершенное может бесконечно тянуться. Вот то, что описал Артемий Владимирович, я называю, ну как это нельзя сказать, ну тянется. Это что тянется-то? Все то же самое развитие, модернизация модерна, техника, да, конечно, она будет развиваться и так далее. А Гегель, сколько там, сто слишком лет назад сказал, ребята, это все кончилось. Значит, что кончилось? Разумеется, не производство, разумеется, еще дальше их там очень много. А место этого в действительности, то есть действительность другая, а мы ее не понимаем. Мы живем в старой действительности, вот о чем речь. И то, что вы предложили, смелость в смысле построения указаний людям, как им нужно руководиться самим собой, это все старая действительность, которая кончилась уже у Гегеля. Потому что Гегель говорит о том, что нужно изменение в голове, грубо говоря. Нужно изменение способа мыслить, способа осмыслять. Вот к чему обращена философия. Она никому никаких назиданий не дает. Она задумается, ну как я мыслю? Не в психологическом плане, разумеется, не в смысле когнитивности, а в смысле философском. Что значит вообще мыслить, понимать и так далее. Ну извините, я... Ну да, нет, тут просто два разных видения, очевидно. Вот извините, вот вы сказали рациональную субъективность, так она старая. Речь идет о том, чтобы изменить смысл и рациональности, и субъективности. В этом-то я как раз согласен. Я считаю, рациональность, естественно, разумная, а не рассудочная. Просто для меня... И разум должен изменить. Для меня философия – это наука. И, соответственно, все науки – это философия, и мы должны вернуть их под ее начало. Артемия Владимирович, вам... Вы ее выделяете. Аристотель вам возразил. Артемия Владимирович. А в коксусе Аристотель. Круглый стол. Коксус Аристотель. Мамы-то без... Останавливаю скорбь, полемику разума, останавливаю, передаю слово Раун Викторовичу. Тоже, наверное, все-таки стоя, потому что аудитория такая почтенно и внушительная. Я две вещи хочу сказать. В общем, на самом деле, в продолжение того, что говорилось раньше, но одну, может быть, немножко в сторону уходящую. Мне все-таки кажется, что тогда, когда философия действительно, время всегда скудно. Ну, вот Платон живел в роскошное время. Сократ. Рассвет Периклов. Почитайте речь надгробную Перикла из Флокедиды. Почти либеральные ценности описываются. Ну, понятно, я, во-первых, в кавычки и так далее. Свободен, могу заниматься чем хочу. Не качаюсь каждый день, как спартанцы, тем не менее, побеждаю их. Настоящая, замечательная жизнь. Комфорт, уровень комфорта замечательный, прекрасный. А для Сократа скудное время. Для Платона скудное время. Не тот кругоборот космоса. Все впереди будет, видимо, не так уж хорошо. Конечно, возможно, благовремение, когда удачный философ рядом с продвинутым политиком окажется, и что-то сложится. И для этого он воспитывает, в этом воспитывает своих учеников. Ну, одна из целей Академии. Это, конечно, не только, не исключительно. Но, тем не менее, вот скудное время. Мне кажется, что действительно, скудное время, в Инапте, ведь могут, эту метафору можно понимать и Хайдеггерская, может понять и буквально. Бывает совсем скудное время. Но вспомним раннее Средневековье на Западе. Где там философия, где там философия. Хорошо были книжники, сохранявшие мудрость, плюс ирландские монахи, не забывшие языки. Ну и Византия где-то под Бохов еще там существовало. Но, мне кажется, вот немножко усиливая этот тезис, то, что Анатолий Вяческий сконцентрировал на Гегеле и на современности. Да, я все-таки, как историк, мне кажется, что это мы такого рода можем вещи обнаружить раньше. Но в продолжение того, что было сказано, вот эта вот внимательность, о которой здесь шла речь, я опять же сошлюсь на Сократа. Пусть меня опять упрекнут, как там на одном из встреч, вот архаичный тип, архаичная утопия. Но Сократ был внимателен, собственно, как антисфенкиник, даже с фонарем ходил, искал ростки будущего. Но что при этом, что это было за жест? Жизнь был еще и жестом провокации. Ну, провокации не в смысле панковской, там еще какой-то. Хотя антисфена, так бы, панковская провокация. Вот, это провокация, интеллектуальная провокация. Вот вы мудрый, я нет. Ну, может быть, вы меня научите, я найду эту мудрость у вас. Это так воспринималось. Если говорить об актуальности философии, пока она воспринимается как, действительно, комфортная для, конформистка, комфортная для общества социум философский, тогда он не будет актуален. Философия – это всегда протестантизм, без религиозного смысла этого слова. Это нормальный способ развития общества, вписанный в него. Вот если не будет провокации, вот в таком смысле, тогда, собственно, и не найдется росточек тот самый. На мой взгляд. Спасибо. И на завершение мужества, видите, уже добирается определенный жест. Внимание, мужество. Я бы все-таки не возражала против мужества, которое произнес Артем, тем более, которое нужно для провокации. Мужество, внимание, провокация. И вот разрушение комфорта – это то, что может делать философ. Замечая, да, или вот разоблачая, да, или останавливаясь в скудные времена, ну, делая что-то с ним. Я, Игорь Иванович, пожалуйста. А, извините, не поймала жест. Я абсолютно, да, постою. Понимаете, это мне представляется довольно симптоматичным та точка, в которой, симптоматичная та точка, в которой дискуссия мгновенно нагревается. Именно точка конца, завершения, финала и так далее, да, то есть само по себе это то, что уже нас каким-то образом собирает непосредственно в некоторой речи, да. И мы понимаем, что это очень древний жест, да, мы помним еще патоновскую интуицию, философию, да, есть при уготовлении к смерти. И когда вот речь заходит о некотором конце, да, то мне вспоминается игра, которую демонстрирует Элиот в четырех квартетах. Сначала говоря, в моем начале мой конец, да, второй квартет, да, а завершается третий квартет, да, в моем конце начало. И в этом отношении, да, мне представляется, что когда, вот я, скажем, слушал Анатолия Ильяновича, это была одна из таких метафор, сопровождающих. Речь до метафора смотрения, с какой точки мы смотрим, да, и мы помним эту метафору так, как вводит ее Левниц, когда мы смотрим на один и тот же город с разных точек, мы видим разный. Но город остается одним и тем же, да, в этом отношении есть некоторый наш жест по направлению или в сторону тех времен, которые мы называем спутными, да. И этот жест может быть жестом, да, который ведет к концу, да, жестом, который ведет к сборке некоторой рациональной конструкции, которая всегда может быть собрана, которая всегда будет, да, цельной, герметичной, да, и которая в очередной раз продемонстрирует для нас некоторую смерть. Чего только не умерло после смерти Бога Унича, да, сама жизнь, сама смерть, объект, объект и так далее, и так далее, и так далее. Эту череду можно платить сколько угодно, да, и в этом смысле мы получим очень странную фигуру философа, как клинициста действительности, то есть субъекта, который описывает симптомы неизвестной болезни, чрезвычайно странную, и в этом смысле, да, ничего не вызывающего, кроме жеста некоторого отторжения или отказа, ну, у меня, по крайней мере, да. Но есть и другое осмотрение, да, есть возможность принципиального взгляда, а именно взгляда из конца в начало, да, взгляда переменной оптики или переменной той, самопонимания и тех способов доступа к реальности, с которыми мы сталкиваемся, с которыми мы говорим. И это, как представляется мне, тоже жест очень и очень древний, да, жест, которому я впервые научился у Платона, всем очень хорошо известном месте, да, когда старый Сократ спрашивает молодого Парменида, как быть с идеями пыли, ссора, грязи, обрезков волос и прочей дряни, да. И мы знаем ответ Парменида на реплику Сократа, что мне стыдно, и я убегаю, и краснею, да, философия не обладела тобой полностью, да. Потому что если бы она это сделала, как когда-нибудь, я уверен, на этом случится, говорит, да, Сократ, то тогда ты не будешь этого бояться, да, тогда ты будешь тем, кто сможет с этим совладать. И в этом отношении, мне-то кажется, что в дополнение к тем жестам, которые сказали коллеги, да, жестом философа в отношении искудных времен является воля, да. Воля как то, что ведет к мужеству признания того, что ссор – это ссор, пыль – это пыль, грязь – это грязь, и это может и должно стать предметом мысли, и тем самым, да, уравнять, если угодно, да, скудость времен, или наделить их некоторым, да, своим содержанием. Мне представляется, что, да, в частности, этот жест, например, совершает, пытается, по крайней мере, совершить в 20 веке фуко, да, когда обращается к архивам, к тем вещам, которые вроде бы неинтересны, которые вроде бы разбросаны, которые вроде бы ускользают от взгляда, или даже намеренно изолируются, дистанцируются и так далее, да, показывая нам, что всякое скудное время является таковым до тех пор, пока мы не нашли в себе воли к мужеству того, чтобы сделать его менее скудным. Хочется поддержать тему концов и начал. Гольтерген говорит, мы пришли слишком поздно, и меня, наверное, занимает вот это «слишком поздно», потому что мне кажется, что речь не идет о том, что мы опоздали, или что мы не успели, о том, что слишком поздно, что это как бы характеристика временной модальности, и особой временной модальности, которая находится в определенном отношении к этому завершенному целому. И я только сейчас это услышала, когда Анатолий Ворианович читал эту строку и тонировал это именно таким образом, поэтому я могу это только зафиксировать пока. И мне кажется, что тема поздно и тема скудно, они, ну как бы, я сейчас осуществлю некий схематизм, может быть, насильственный, но мне кажется, что они могут встретиться, потому что скудность – это ведь специфическая форма отрицания, и это не та форма отрицания, которую культивирует Гегин. То есть скудность не связана с негасой, она связана с какой-то рассеянной, распределенной недостачей. И, наверное, можно было бы сказать, что если как бы отождествлять эту фразу, идентифицироваться с фразой Гёльдерлина и думать о том, что мы тоже пришли слишком поздно, и думать о собственном времени как о скудном времени, то, наверное, можно было бы сказать, что вот это отношение к завершенному целому связано с той системой производства ложности. которая характеризует то время, которому мы принадлежим. Мы сохраняем верность вот этому завершенному целому, но сохраняем верность очень специфическим образом, систематически фальсифицируя все то, что там имело место быть. И в этом смысле мне кажется, что последовательный жест философа может быть двояким, связанным с аналитическим усилием и с привычкой к развлечению, которое любого философа, наверное, отличает. И вторая сторона этого жеста, да, безусловно, это внимание. Первая аналитическая составляющая жеста, мне кажется, могла бы быть реализована как некоторое систематическое указание «не то». То есть мне кажется, что философ – это человек, который на всякую ситуацию производства ложности говорит «не то». и совсем не обязательно, что он может сказать, как именно это нужно, то есть он не знает, как это нужно, ну потому что мне тоже кажется, что это не очень-то у нас хорошо с пониманием. Но зато он может сказать «не то», и больше некому, может быть, это сказать. Потому что поэты работают с метафорами, а метафора – это не инструмент вот такого рода утверждения. И вторая составляющая, касающаяся внимания, мне кажется, что это, ну то есть, что речь не идет об остром чутье, связанным с обнаружением конкретного зародыша нового начала. И в связи с Гельбергеном, мне кажется, что он переживает некое такое состояние человека, который заблудился во времени. И мы, возможно, тоже являемся такими заблудившимися во времени. И мне кажется, что то внимание, на которое мы обречены, это такое внимание в отношении всего. Потому что то новое начало, которое может прийти, то есть, если оно придет, оно не придет в каком-то определенном месте. То есть, это начнет происходить везде совершенно. То есть, это невозможно будет зафиксировать. То есть, в этом смысле, тот, кто слушает, а слух – это хорошая штука. То есть, если раньше мы были сосредоточены на взгляде, и, возможно, идея острого чутья, она как-то связана с привычкой рассматривать какие-то вещи. То есть, всматриваться. А слух, звук, он идет ото всю. Поэтому, может быть, речь идет о таком рассеянном внимании. И в связи с этим, вторая сторона философского жеста, мне кажется, это тотальное разоружение. То есть, во-первых, философ – это тот, кто говорит не то, а во-вторых, это тот, кто тотально разоружается. – Это бомж. – Да, а вот я сейчас передаю слово Евгению Тачо, только вставлю такую одну реплику чистого вопрошания. Это у меня не тезис, а вот то, что у меня возникло. Вот эти все жесты, о которых мы говорим, у меня создается очень такое неявное, но тем не менее подозрение, не направлены ли они как бы от кого-то, от того, кто обращает внимание, именует, валит, оказывается мужественным. И вопрос, который у меня возник, такой риторический практически пока, насколько этот жест является обращенным на себя в том числе. То есть, внимание ли это, которое приходит ко всему, что может прийти отовсюду со стороны, и поиск алкевиата, то есть другого, из которого это возникнет. Или это принципиально в том числе, а может быть даже и по преимуществу жест, обращенный на себя, вот как бы это такое, я вставляю в промежуток, и вот, извините, и дальше туда. Вот на этот вопрос я бы хотел твердо и убежденно сказать нет, решительно. То есть, сейчас я поясню. Ну вот мне очень понравилось то, что говорила Нина, вот об этом мычащем философе, который что делает? Только и делает, что говорит не то, не то. И вот так машет головой даже, да? И в этом и состоит его способ такой присутствия, включенности. Но, вообще говоря, ведь эта включенность означает, что события, которые мы воспринимаем как некогда сбывшиеся, ну вот, на которые мы опоздали уже, то есть, вот как Гёрдлер говорит, уже поздно, это не означает, что вот это некогда, оно вовсе не где-то в истории, вот тогда было. Что вот тогда были боги, вот их было трое, и они ушли. И мы должны, вот теперь по этим следам, отыскивая следы, возвращаться к тому, куда уходили боги, вовсе нет. В этом смысле, вот даже когда мы, ну вот я размышлял о том, как сформулирована тема этого круглого стола, скудное время, что может сделать философ в скудное время, в общем, непонятно, что он может сделать, потому что непонятно, кто так, ну вот мы же в прошлый раз выяснили, кто такой философ? Философ тут не боится. И что может сделать? Да ничего особенного философ-то сделать не может, он ничем не отличается от других. Единственное, что он может сделать, это вот сохранять вот эту верность и мотать головой. Но, это я все к чему планю, что у нас, вообще говоря, порядок жестикуляции изменился. И вот теперь, возвращаясь к решительному нет по отношению к направленности на себя самого. Когда есть направленность, когда есть историчность? Вот есть, есть некоторая заданность от прошлого к будущему, и в ней, в этой заданности, действительно единственная возможность опереться на что-то, что не проходит, это вот это вот картезианское я. Философский жест, который не очень отличается от любого другого жеста, это жест телесный. Ну, то есть, никаких других жестов не бывает попросту. Я хочу обратить внимание, наши коллеги, на то, что там открытый философский факультет, вот то, что мы здесь собрались, это все благодаря какому-то другому чтению, другому письму происходит. Вот такого чтения и такого письма никогда не было. Ну, вот условно, назвать его можно электронным, там, или еще как-то. Ну, это другой способ обращения со временем попросту. Не обязательно... То есть, если у тебя... И обращение с памятью. Если у тебя есть электронная память, это вовсе... И если ты при этом уже умеешь обращаться с памятью, ну, потому что невозможно посредством компьютера научиться чему-то, да? Но если уже умеешь, то тогда вовсе... Ну, вот это вот время, оно больше не разбирается на образцы прошлого и недостижимые вершины будущего. Оно другое. В этом смысле, да, жест... Ну, как бы... Что может сделать философ? Он может обратить внимание на то, как, собственно... Чем, собственно, производится жест? Вот этими понимательными вещами, о которых говорил Анатолий Валерьянович, и которых я пытался переспрашивать, но... Да, их сложно уловить, но они там, где сам жест, а не там, где... Ну, они за его пределами. Там, где жест происходит, и вот уже все. Он, жест, уже разваливается на неисторические моменты. Ну, вот. Вот об этом я и хотел, собственно... То есть, вот в этом была такая... Просто хотел обратить внимание на это. Хорошо. Пока с возражениями соглашаюсь, и слово Александру Винкаевичу передаю. Ну, вы видите, как бы я, с того, с того, с того, с того, я тоже не выполнил домашнее задание, и не прочитал соответствующие тексты. Да, уже об этом говорилось, да. Но, и тем не менее, я посмотрел вот некоторые русские аналоги. И в отношении времени, конечно, у нас есть свои, безусловные, такие авторитеты. И, ну, одним из таких главных является Мандельштан. Время у него многообразно. Есть время там, разные там, зверинные формы имеют. Не знаем, там, волк, волк, адапт. Вот. Есть время, которое, так сказать, плодотворно. В себе его можно вспахать, засеять там и так далее. Вот. Но есть голодное время, да. Вот голодное время, это его тоже известная реакция, связанная, в общем-то, с революцией. В это время появляется вот это представление о голодном времени. Мандельштам говорит о голоде отдельной личности, говорит о голоде государства, который там готов все пожирать. И в конце год он говорит о голоде времени, который пожирает само государство, и поэт должен ему посочувствовать. И он, в общем, в этой статье, ну, это статья там слова и культура, он цитирует свое стихотворение, где о времени тоже сказано, причем, ну, в очень такой трагической тональности. Ну, вы знаете, стихотворение, само по себе трагично, прославим братья сумерки свободы, да. Это, правда, для наших соотечественников, для нас с вами это такое естественное состояние, да. Но не совсем, мы не хотим его делать естественным, мы верим, как бы, в это. Ну, что делать? Ну, вот, так у нас получается. Прославим сумерки свободы, да. Ну, что это, ну, или там дальше у него там прославим власти сумеречное, сумеречное время, ее невыносимый гнет. Ну, что тут славить невыносимый гнет? И дальше, в ком сердце есть, то должен слышать время, да. Вот не на права, тут надо слышать, как твой корабль ко дну идет. Ну, какая-то вот, такая поэзия безнадежности. Но эта поэзия безнадежности, она, поскольку она все-таки, это поэзия, она, в общем-то, в некотором смысле содержит в себе надежду. То есть надежду вот через, именно потому что безнадежность, это фиксация правды этого момента, или этой жизни. И отсюда, в общем, это философский момент, безусловно, вот у Мандельштама здесь присутствует. Но это вот одна сторона. Другая сторона, вот есть тезис Канта, о том, что есть, вообще у философа есть стандартная задача. Ну, в данном случае, это, конечно, моя несколько субъективная такая интерпретация. Ну, если кто-то из коллег хочет поспорить, я готов. Вот, что задача философа, ну, все у того, что истина субъективна, а субъективная истина, она амбивалентна по отношению к субъекту. Да, может быть разрушительно, может быть утвердительно. Позитивно. Для того, чтобы она была позитивна, ну, вот необходима некая рефлексия по аналогии. И для того, чтобы эта рефлексия, то есть, а суть в этой рефлексии в том, что мы должны чувственный образ подвести под моральное понятие. Это стандартная задача философа. Подвести, ну, под чувственный опытом, образом имеется в виду, там, ну, можно сказать, реальность в широком смысле, под моральное понятие. Я считаю, что на самом деле это никто не отменял, и эта задача сохраняется в любое время. Как его не характеризовать? Скудная, вот там, нескудная и так далее. Но мы понимаем, да, что, понятно, что времена сейчас другие, мы понимаем, что чувственный образ, ну, для Канта это был как бы репрезентативным, более-менее, ну, не прозрачно указывающим на какую-то реальность. Сейчас, безусловно, это не так. Мы понимаем, что все чувственные образы, они уже не вовсе не прозрачные и так далее. Вот недавно, вот, последний фильм Сокурова, где он, как бы, это проблематизирует, ну, его интервью, связанное с франкофонией, он говорит о том, что современная визуальная культура, культура, которая, вот, строилась на искусстве оператора, на объективе, там, на, ну, это, как бы, культура игры в правду. Сейчас, вот, современного человека, вот, она уже, как бы, нереальна. Ну, для его какого-то убеждения, для передачи культурной памяти. Ну, там есть проблема франкофонии, это, вот, Лувр, там, и культурная память, как она передается. И вот так вот нельзя это делать. Ну, с другой стороны, мы знаем, что моральные понятия, они сейчас тоже, как бы, ну, Ханна Арент, там, пишет, да, что все практика тоталитарных режимов, она все исказила. И мы уже не можем пользоваться этим, вот, гуманистическим дискурсом. Личность, свобода, там, и так далее, и так далее. Вот, с другой стороны, теология нам говорит о том, что проблема современного человека, что ему можно объяснить, что такое грех. Вот, в церкви ему объясняют, объективно, что это такое. Но сделать вот это, содержание этого понятия, содержанием его внутреннего опыта, уже невозможно. Внутренний опыт современного человека, он изменился. И, в данном случае, мне представляется, что... Ну, и Кант, собственно, полагает, что подвести, значит, вот, собственно, это визуальное, что-то визуальное, подморальное понятие, мы должны следовать гению. То есть, Кант отказывает от философии в гениальности, отказывает на плюс. Гениальным может быть только художественный опыт. И философ должен, как бы, следовать этому художественному опыту. Ну, современная ситуация, она усугубляется. Если Кант что-то представлял себе более-то просто, сейчас мы просто, в общем-то, даже... Философ должен немножко помолчать. То есть, я думаю, мы говорим о смелости художника, философа, но в данном случае есть идет о скромности. Надо немножко помолчать, то есть, вот в этом диалоге, и выслушать в начале высказывания художника. Ну, в частности, мне ближе к кинематографу. Я скажу, что, скажем, тема греха, она, так сказать, вот в кинематографе является актуальной темой для современного такого вот поколения кинематографистов. Ну, вот самые такие ведущие наши авторы, вот Кристиан Мунжу, известный румынский там, лидер этого нового румынского кино и получивший там Канский приз за 4-3-2, вот его известный фильм. Но этот фильм посвящен, собственно, греху, теме греха. Что же это такое, что он показывает? С другой стороны, вот интересный, безусловно, очень весьма такой нетривиальный художник, в смысле режиссер Сергей Лозница, украинский. Да, он озабочен этими русско-украинскими отношениями, но если отвлечься от этого, то тема греха представлена блестящим его вот опусом. Конечно, там, понятно, много такого критического отношения к русской реальности, ну, что же сделать? Ну, и Андрей Звягинцев, скажем, тоже вот, особенно, там, изгнание, там, ну, и так далее. Где вот пустота внутреннего, она очевидна, там, у героев, скажем, изгнание, которое вот это все не может подменить. Вот. И мне представляется, что вот философ, он должен осуществлять уже какие-то квалифицированные высказывания, инвестиции, вот, в диалоге с этим художественным опытом. Вот как-то его оценивать и использовать вот для этой вот той же самой задачи, подвести реальность под моральное понятие. Никто ее не отменял, и никто с нас эту ответственность не снимет. Вот. Спасибо большое, Александр Николаевич. У нас добавляется скромность. И, на самом деле, то, что вы обозначили, да, это тоже внимание, внимание, да, и внимание к другому, от которого может прийти вот это новое, внимание к художникам, внимание к кинематографам. Ну, понятно, что практически невозможно собрать в кучку все отклики, которые рождаются в зависимости от сказанных слов. И все-таки я попытаюсь это сделать по возможности перегнув палок, по возможности радикализировав то, что не может не вызвать возмущения. Итак, с чем нельзя не согласиться? С тем, что если разум должным философским образом воспитан, он должен по меньшей мере трём заветам следовать – строгости, смелости, скромности. Если исходить из этих конститутивных качеств, ума, время, покажется страшным. Ну, например, скудным. Ну, как стол бывает скудным. Когда маловато будет, ну, вот, куда не брось взгляд, а маловато. Понимаете, проблемы с вниманием очень большие. В общем, о практической форме решения которых и выступает по-видимому, и должна выступать сама философия. В этом отношении невозможно спорить с тем, что у философии нет другого шанса, кроме как начать своё дело с того, чтобы уличить время и его некоторой такой сквозной внутренней антологической иллюзорности. Но тогда, когда философия в этом смысле исполняет свой долг, следуя древние действительно парадигмы, с одной стороны, она повивальная наука, а с другой стороны, повивальная наука. Умирать, об этом тоже уже шла речь, да, для людей это тайна, но те, которые по-настоящему отдавались философии, знают, что она есть умирание и приготовление к смертности. Весьма серьёзно к этому отнесёмся, мы в этом не можем не услышать и некоторый принципиальный антитезис. Нечто, что не позволяет нам с таким покоем отнестись к этой уличающей позе философа по отношению ко времени. Если прямо обратное, и уже не поза. Нечто, что выдаёт сам путь, есть предел возможной скудости. Скудость, ведь она, да, прежде всего имеет какие-то экономические такие характеристики, взятые из нашего обихода, да, но, видимо, и нравственное, да, скудное время, это скупое время, понимаете, скупое. На внимание, на фантазию, на воображение, на гениальность, на хороших людей, на хорошие вещи, а на скупое. Вот, и оно пустое, да. Собственно говоря, оно пустое в том смысле, что скучно, бесконечно скучно жить так, как заставляет нас жить время. И всё-таки только с одной стороны. Потому что есть время и есть время. Причём, как минимум, в трёх лицах оно само себе противостоит. Если угодно в трёх. Прекрасно. В лицах. Во-первых, в лице большого времени. Того времени, которое по ту сторону вот этого самого кроноса, то есть времени, которое всё пожирает, сколь бы ни было, оно скудным, скучным и жадным, оно сожрёт всё. Так вот, за некоторым исключением. Прежде всего, в лице большого времени, неважно, как мы его понимаем, в лице ли вечности древних или, как это скромно трактовал Михаил Михайлович Бахтин, время, в котором тождество неизбывного и изначального, с одной стороны, и небывалого, непосредственно дано нам в качестве предмета не того, чтобы возможного, а обязательного опыта. Во-вторых, смерть, в любителе, она не бывает скудной, если она реальна. Если она реальна. И тут ведь вот в чём дело. Все наши разговоры об отваге, как в качестве, как в гёдовском качестве, мам, пустой звук, пока они не оборачиваются разговором о себе самом. И либо ты перед лицом смерти, таки находишь в себе присутствие духа, либо ты не то, чтобы там не любишь заглядывать на глубину, ты просто не знаешь, что такое мышление. И, в-третьих, может быть, самое близкое, первое, о чём шла речь, и всё-таки противостоящее всё пожирающему времени. Сумерки. Верители, вот если коротко и без аргументов, они скудными не бывают ни на тех, кто их встречает, ни на тех, кто их провожает. Человеческое существо сомнечное. Мы думаем о том и только том, что не даёт нам спать. Однако то и только то, что не даёт проснуться. И мы принадлежим в этом смысле двум временам и свету и тьме. И, в принципе, раз уж на то пошло, мы сомнешь. Это неплохо, нехорошо. Но, верите ли, солнце на твоих глазах заходит и на твоих глазах восходит. В это самое время творятся самые чудесные вещи с людьми. И говорится людьми друг дружке такое, что даже и слов для себя не потребуют. Так что, вот, по-видимому, если в двух словах, востребуем ли такого рода временем философ? Я не знаю, о ком мы говорим, конечно, но если речь идёт о том, кто таки обязан мышление обратить в предмет необходимости, то наверняка да. Сила, я бы перетолковала сумерки, по крайней мере, в том виде, в котором вы их представили, в любовь. Когда вы сказали о тех словах, да, которые мы говорим друг другу и всему миру при восходе солнца и при его закате, это, конечно, про это. Друзья мои, я вам предлагаю включиться в вас. Влада, а ты-то что думаешь? Я не услышал твои позиции. А, по-моему, я эту позицию вот своими вкраплениями озвучиваю, мне кажется. То есть, во-первых, я сказала, что, по моему мнению, под всеми жестами я подписываюсь, по моему мнению, эти жесты обращаются в первую очередь на себя. И в этом смысле это жесты, которые предполагают, правда, Анатолий Вильянович сказал, против конструктивизма творение себя. То есть, ты помогаешь рождаться себе, в первую очередь, всеми этими жестами. И в этом смысле миру вместе с собой. То есть, тут я вот бы возразила Анатолию Вильяновичу, в смысле, Евгения Витальевичу возразила, что это все-таки с тобой связано, безусловно. И я бы поддержала вот это вот зависание в необходимой новизне, в ожидании, да, нового, при завершенности всего. И поддержала бы вместе, и включив еще в наш разговор, Мирам Константинович Мамардашвили, который в одном из любимых моих мест в лекциях по современной философии определяет так современность, да, современное произведение искусства – это то произведение, перед которым мы останавливаемся с невозможностью его понять и необходимостью что-то с собой делать для того, чтобы его начать понимать. Вот, как бы, вот это вот, у тебя нет ничего в распоряжении, да, у тебя нет никаких готовых, там, орудий, схем, молотков, там, чтобы действовать, да, а тебе нужно сделать что-то с собой, да, у тебя себя нет. И как ты застаешь себя вот при этом, в этой ситуации современности. Ну и да, конечно, я за любовь. Одну реплику, вот про я, да, и, ну, как бы, то есть я уже аудитория. Но я думаю, что я услышала тебя, то есть в каком смысле не на себя, в том смысле, что если, я думаю, да, что в определенном смысле я тебя понимаю, что на себя нельзя, потому что тогда получается, что ты уже есть, да, а, конечно, ты вот в этом жесте перед скудными временами, да, в жесте современности тебя как бы нет, поэтому не на кого обращаться, то есть в этом смысле я с тобой соглашусь. Этих я может быть полно, вот полна горница, и вообще говоря, даже неинтересно сравнивать это то же самое, выяснять это то же самое я или не то же самое я. Вот я говорю, что вот есть такая возможность, она просто есть, собственно, только это и не. Хорошо, так, начнем. Спасибо же, Игорь Николаевич. Игорь Николаевич Зайцев. Кого я знаю, я буду представлять. Кого не знаю, пожалуйста. Да, знаете, друзья мои, я вот сейчас, когда возникла эта короткая перепалка, то, что много я, мало я, один я сейчас вот перед нами выступает на этом круглом столе, я вспомнил один случай из благословенных студенческих времен, когда у нас должен был быть семинар по чтению трактата о душе Аристотеля, вот, и мы ждали, что приедет один преподаватель, который всегда ведет этот семинар, вот. А тут открывается дверь, заходит другой. И мы, так сказать, в некотором шоке, потому что, ну, знаете, как-то уже складывается определенный язык, когда уже складывается определенное понимание друг друга, а тут входит посторонний человек, как нам казалось. Он так посмотрел на наши ошарашенные лица и говорит, вы что, думаете, что философы так уж отличаются друг концу? Вот, поэтому, вот для меня сейчас все, кто выступал на этом условном столе, сливаются в некоторую коллективную личность, хотя, я понимаю, что это несправедливо. Вот, и есть, у самого иногда проскальзывает там желание вцепиться в горло Евгения, как ты, Витальевича, спасибо, Евгению Витальевичу, там, и так далее по списку. Да, 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 вот, но вы знаете, я что, вот, слушал, пытался как-то выразить для себя, что я понимаю во всем происходящее. Мне кажется, что вот весь этот разговор о бедных, скудных временах, он, на мой взгляд, сводится к тому, что коллеги и я сейчас, мы пытаемся указать на одно событие, на начало философии. Философия начинается таким образом и в своем начале имеет дело с некоторым хаосом, который еще предстоит упорядочить. Вот эти вот сумерки, которые были заданы с самого начала и которые дальше продолжаются, вот это время, которое, время всегда какой-то смуты, беспорядка и всего прочего, в сущности, это хаос, который ждет своего демиурга. И каждый философ должен выступить в качестве такового демиурга. И там уже можно говорить про детали, как этот жест, первый жест философа можно обозначить. С некоторыми именами я, например, категорически не согласен. Вот, но в данном случае это не так важно. Мы должны не упускать главного, что это жест начала философии. И я бы хотел, чтобы наш дальнейший разговор как бы повернулся вот к тому, чтобы перестать описывать вот это состояние хаоса, а перейти, собственно говоря, более подробно к самим этим жестам начинания. – Спасибо. А так и будет. У нас вторая часть предположена как конкретизация философских жестов. – Сергей Фёдоров. Кто-то знает, кто-то не знает. Но у меня тоже, собственно говоря, реплика, связанная с началом философии и с тем, что все время философии скудно. Потому что и начинается философия тогда, когда, собственно, закрывается явление божественного в мифическом слове, когда оно перестает быть явным, сияющим, и возникает, собственно говоря, эта любовь и тоска по мудрости, которую Платон уже там потом переформулирует в эротических терминах, как стремление. Но не было бы, скажем так, этого разрыва и закрытия, собственно говоря, и ощущения скудности, не было бы и философии самой. Философия всё время в скудном времени осуществляется. Но в этом смысле вторая мысль, которая мне пришла в голову. В философии, да, есть некое культивирование и субъективности, и мысли самой себя. Но у Фридриха Юнгера есть такая фраза, что культивировать можно то, что растёт, само растёт. То и можно культивировать. Дикий виноград превращается в культурный при условии того, что он есть. Как бы многообразие сортов винных винограда, оно вынуждено всё равно возвращаться к дикорастущему, когда они заболевают, когда там тля поедает, и нужно снова скрещивать, нужно проводить новую селекцию и снова ограждать его от всего внешнего мира, от согнаных растений, болезней и так далее, и так далее. И мне кажется, проблема философии на сегодня заключается в том, что что-то перестало как бы расти, и это ощущение скудности и завершения, это есть внутреннее имманентное самочувствие философии. Ну вот, собственно, всё, конец. Редактор субтитров А.Семкин. Игорь Михайлович, я хочу сказать о том, что вопросы тоже возможны, да? Игорь Михайлович, как я помню, Кастасье Хайдегера, люди, на которых содержат тему доклада, тема сегодняшнего круглого стола, она, в общем, только начиная с Гердерлина и его указания на скудность. А дальше основная речь, в общем, идёт о рильке, в основном так, Корфея, Дуинских и Легиях. В общем, там как раз речь идёт о том, что скудность – это не бедность вовсе, наоборот. И он специально говорит о том, что, в общем, ну, там же богатство спрашено и техническое. А скудность только в одном – в понимании правильных ориентиров и чётко неколебимой уверенности отношений их к каким-то вот столпам. Ну, вот то самое ощущение перспективы бога. И это, по всей видимости, истинные платы. И эта статья, она же, в общем, иною связана с его работами по Ницше и размышлениями о метафизике, как воле и метафизике воли власти и её завершении в событии техники. И, в общем, там платы с такой. Вот, смотрите, в связи с этим у меня два таких, в общем, ну, частично между собой связанных замечания, но лично для меня важных. Мы говорили о смелости, и она, конечно, нужна, в общем, любому ответственному человеку, в особенности, конечно, философу. Но смелость точно здесь не самоцельна. Вот я вспоминаю наше обсуждение о двухгодичной давности, в общем, это, наверное, интересное, но на меня оно произвело такое гнетущее впечатление, и я тут тоже вообще как-то затосковал, потому что основным мотивом очень быстро нашего обсуждения стал, начавшийся с разговора о философии как непременной смелости, непременном риске, а дальше пошёл разговор о, так сказать, или как бы любованию собственной рискованностью. И вот такой парад павлинов, когда, говоря о смелости философии, в общем, ему нас в виду, что и мы приедем тоже с вами, то есть скоро мы имеем отношения к вас, это точно не так. И вот здесь вот без этой самоответственности смелость нас точно ведёт как и мощь технического воля, ведёт нас точно в шимбургскую сторону. И поэтому вот я бы здесь поддержал Александра Николаевича, что в этом смысле, ну, философ, он, конечно, артикулятор, но, во-первых, скромнее нужно быть, потому что он всё-таки не творец, точно не творец, не деятель, не акт, а чувствилище, слушатель и, конечно, артикулятор. И второй момент, да, поэтому говорение и игра в эту самую смелость, она, в общем, скорее идёт нам в минус, чем в плюс, если это не ответственное говорение, и мы точно совершенно не готовы нести самую высокую ответственность за эти слова. И второй момент, мы точно должны понимать, что, сколько бы ни было скудного времени, смысл этой скудости, что там ощущение исчерпанности того, что вдохновляло, вот то, что втыкало, извините, да, за вульгаризм, оно теперь больше не втыкает, и вот в этом, только в этом скудности. Так вот, на этом поле, конечно, мы действуем не одни, и в этом смысле, вот мы должны быть более чуткими и более тонко чувствующими. И мы о ней говорим, конечно, в искусстве, и ещё один момент, на это поле никогда не бывает длительно, пустым, по крайней мере, долгое время пустым, всегда есть конкуренты, и мы, вот смотря на наш современный мир, чётко, в общем, видим этих самых конкурентов. И нужно, вот это нужно понимать, это момент необходимый совершенно для ориентации скудности, это всё. Спасибо. А, кстати, да, я думаю, что часть конкурентов размещает в вашей второй части. И спасибо ещё за один жест, важный, определённый жест, ответственность, конечно, да, это не было произнесено. Вот, да, определённость, определённость философского жеста, ответственность, да, которая не была произнесена, которую вы озвучили. Спасибо вам большое, Дамаша. Меня зовут Эльмира, но профессиональное отношение к философии я не имею, это будет мой ресурс, я буду использовать это как ресурс. Но здесь очень странная ситуация получилась, потому что если обычно начинают за здравие и кончают за упокой, здесь получилось наоборот, начали за упокой, это всё, а потом такие заздравные вещи о том, что вот есть хаос, и скудость – это хаос, из которого Демюр и философ нечто новое создают. Я хочу вернуться к за упокойной части разговора, всё это всё. Речит обязывает. И если мы говорим о скудости и понимаем это как нечто плохое, а, собственно говоря, слово нам об этом сообщает, то мне кажется, что скудость философская сейчас и скудость для философа – это в том, что мир остаётся нам непонятным. Вот философ делают усилия, но ничто не становится понятным. Если вот это понимание, которое философской деятельностью должно производиться, оно не происходит, в этом печаль. Литва-Ушик женская, и почему они происходят? Что такое сильно изменилось в этом мире по отношению с тем миром, о котором говорил Гегель, почему понимание здесь невозможно? Непонимаем, как будто бы мир, вот эта действительность, а действительность – это мир, как понятый мир. И Гегель именно об этом говорит. Именно об этом абсолютно . Завершается он, понимает сам себя и это предполагает мир понятый, и почему он понятный и понятый мир – это мир исторической действительности. Вот эта история с Авангильами Нерву и Ледакой, вот то есть исторически понятный мир, он как бы вдруг рассыпался. И какая фигура здесь возникает, кто остается в этом непонятном, непонятном мире? И здесь вем два образа, или, мне кажется, нам что-то сообщат, будет полезно. Это первый образ, это фигура вот этого, опыт мусульманина, о котором говорит Агамбин, то есть не артикулируемый, вот опыт, который переживает это существо, он уже никак не может быть. То есть мы его не можем высказать, его невозможно описать, из него ничего невозможно отвлечь. Это первая фигура, и вторая, это фигура зомби, которая, вот представьте себе, вот это фигура зомби, но это две света эксперимента. Зомби что такое? Он как человек, он все делает, он может совершать, но у него нет опыта сознания. И как вам нужна философская деятельность, или философ в этом мире зомби, как мы можем здесь его представить? И вот эти две фигуры, казалось бы, из разных миров, они все чаще и чаще, если просто даже мониторить вот такой интеллектуальный дискурс, они все чаще и чаще возникают, потому что они нам, наверное, что-то могут как-то помочь в попытке разобраться, как философ сейчас может действовать, и кому, какие инструменты, какие подходы он может использовать. Вот, может быть, это будет полезно и для дальнейшего разговора. Спасибо. Но насчет первого Эду и Горя, очень много. А я ответил на свидетельство, то есть мусульманин, да, кто-то связан со свидетельством. Да, у него нет свидетельства, потому что он же не может, он ничего не может нам сказать. Понятно, за него. Да, я прошу прощения, может быть, из участников кто-то хочет вступить и отреагировать на то, что было сказано из истории? Я просто маленький депутат, я, к сожалению, ну ладно. Я хотел бы присоединиться к тому эпизоду из выступления, извините, Александра Николаевича, о Мандельштаме. Это, конечно же, первый, кто приходит в голову, и мне пришел, я уж не стал, вот Мандельштам, и вот эта самая статья «Слово и культура», где он говорит о времени, вот только-только 19-й, там, или 20-й год, когда улицы Петербурга проросли травой, и вдруг все изменилось. У нас не еда, а трапеза. Это скудное время, да? И что самое главное, вот все говорили, вот там было, было, а мы живем во времени, когда мы в ожидании, что нам нужны, у нас появятся новые Катуллы, новые, я скажу теперь, новые Платоны, новые Аристотели, не потому что они появятся, а потому что оказывается то, что было, это не полностью, это Платон, который еще только будет, а не который был. Вот мне кажется, этот поворот, опять-таки, внутри философии, потому что тут очень много мы говорили о жестах, ну, человеческих, вот, внимания и так далее. А ведь стоит услышать все-таки это изнутри философии, как она сама порождает. Так вот, в частности, это означает, что то, что мы имеем в качестве истории и философии, в качестве завершенных этих самых фигур философов, которые мы прекрасно умеем, вы прекрасно умеете излагать, преподавать и так далее. Мы их преподаем в законченном виде, в таком виде, в каком Гегель закончил свою систему. Вот видите ли, это системы, не в том смысле, они, разумеется, системы, без системы никакой строгости. Даже если это фрагменты, как у Нидача, это система, потому что строгая мысль. Так вот, не в том смысле, что они, системы какие-то, а в том смысле, что вот, мы можем сказать, что такое Платон, какую-то студенты часто спрашивают. Ну, скажите, пожалуйста, в одной формуле, кто там использует. А, вот это те мыслители, которые продолжают мыслить, это источники. Вот я последнее скажу, что вот эти самые, вот мой образ, я и буду его развивать, вот эти сумерки, это между тем и чем сумерки в истории философии. Мы знаем прекрасную совершенно метафору, которую придумали и сами философы. Естественный свет разума. Мы можем это вот, ну, это, чего там, 17 век, 18 век, естественный свет разума. Всё, это знак, вот этот символ, свет разума, естественный, что он единственный. Вот он, разум, сам по себе. Вот это мы и так будем думать теперь. Потому что он естественный, что значит? Да уже всё, уже не надо больше ничего обосновывать. Он стоит на самом естестве. Или чуточку мы отодвинемся в какой-нибудь там 14-13 век, мы получим сверхъестественный свет того же интеллекта разума. Да, и он окончательный. Вот он вам, Фома Аквинский, который весь этот свет нам высветил. Теперь мы можем понимать в этом свете. Вот мы назовём это днём. Философская история философии, это система таких дней. Но внутри этой истории есть сумерки, есть промежуточные этапы. Если мы заканчиваем вместе с Гегелем его систему, то мы должны вспомнить, что она, это логическая машина, она не останавливается. Она движется постоянно. Он говорит вот в этой цитате из истории философии, «Вот как ленив был мировой дух, что ему понадобилось 25 веков для того, чтобы...» Погодите, какое к этому имеет отношение время? Почему 25 веков, а не 50 веков? Почему не 2 века? Что это такое? Дух, который, видите ли, нуждается в каком-то времени, да ещё обвиняют его в лении. Так вот, теперь мы увидим, что если мы действительно закончили как бы с этим духом, то мы, проваливаясь, проваливаясь вот в это странное промежуточное положение, вдруг обнаруживаем со всей историей философии, что Гегель пропустил эти пропасти, эти вот сумерки. То есть, чего сумерки? Нового начала. Вот у Шеллинг был гораздо более чуткий, когда он сказал, «Декарт сёрка губкой всю предшествующую, как будто никто не философствовал. Он начал всё с самого начала. Это фундаментальный жест философствования, всякого философствования. В самом начале у греков, когда мы не знаем до сих пор греческое чудо, мы не знаем, почему они начали философствовать. Все спокойно жили рядом, и потом долго жили без всякого философства. Мудро. Вот тут очень большая разница между мудростью и философией. Это отношение к мудрости. И всё, вся загвоздка философии вот в этом самой проблеме. Начало. В чём эта загвоздка? Простое логическое раскрытие самого понятия начала. Начало – это когда ещё ничего нет. Потому что если что-то есть, то уже началось. И начало – это, конечно, когда уже что-то есть. Потому что если ничего нет, то нет никакого начала. Вот эта ситуация, она и означает, во-первых, абсолютную скудость, у нас ничего нет. Более того, я согласен совершенно, что если у нас что-то есть, надо на это освободиться. Как ребёнок, рождающийся с инстинктами, он сначала от этого всего освобождается. Он становится пустым, а не рождается пустым. И так же точно все эти социальные истории и так далее. Значит, вот эта самая ситуация начала, я считаю, это то, что нам философия, не мы так думаем, вот как бы тут что. Вот все жесты, которые здесь перечислены, и ответственность, и скромность, и смелость, они все связаны с ситуацией, инициативы, начала. Мы обычно философию, историю классифицируем по принципам. Вот принцип такой-то, принцип такой-то. А есть другое латинское слово, которое означает то же самое начало, только как начинание. Инициум. Вот эта философия, это человек в состоянии начинания всего своего бытия. Я ещё по поводу винограда дикого. Вот да, действительно, каждое культивирование предполагает породу. За исключением одного единственного растения или животного на земле. Это человека. Парадокс человека состоит в том, что он свою собственную природу придумывает себе. А должен придумать так, как природу, а не как выдумку. Мы сейчас будем такими. Нет. Это должно быть, а как иначе? Вот, то есть, естественный свет. Значит, вот мы... Парадокс состоит в том, что это начало естественного света, тем не менее, начало, которое должно быть неизвестно откуда получено. Потому что если откуда, это уже не философия. Вопрос можно? Да. Вопрос. Сейчас вот у меня уже... Да, хотели... Только если можно, пожалуйста, громче, я не слышу. А, короткие, да, реплика. А, реплика, тогда мы уже... Мы уже, да, движемся. Я искую навлечь на себя гнев, аудитория, несомненно. Но я хочу все-таки вот вернуться к той дискуссии, которая начало разворачивалась в Фейсбуке, да, вот по поводу того, что все-таки уместно ли говорить о скудости. И здесь вот еще раз смело, решительно, я надеюсь, ответственно, хочу поддержать Александра Николаевича, призвать к хромности. Да, философии. Почему? Кто, да, вот обозначает время нынешнее, как скудно? На мой взгляд, жадный Исчислав, философ, конечно же, да? То есть вот здесь, видимо, какая-то зависть проговарчивается. Ну, все уже было. Ну, давайте, вот, фигура умолчания, да, вершина успеха философствования, богатство чрезвычайное, успех и популярность Маркса. Гегель есть, а Маркса нет. Ну, уж извините меня, уж кому как, Марксу мы должны отдать пальму первенца, и посмотрите, что стало в результате, да? Вот хороший философский эксперимент на гребне успеха. В каждой красной комнате, в красном уголке каждой военной части полное собрание сочинений Маркса и Эмбельса. Ну, куда уж успешнее, да? Ну, конечно, не Маркса и Эмбельса, но проект был замечательный, философский, да? Ну, вот, на мой взгляд, вот, миллионы жертв, они просто выпьют, что хватит, да? Будьте скромнее, да? Давайте действительно лучше слушать других, да? Которые не призывают к экспериментам, да? И не пытаются победить всех конкурентов, да? То есть вот здесь вот такой контекст, да? Такой сюжет тоже очень интересен. Спасибо большое. Хотя мне, честно говоря, кажется, что, когда начинаем говорить о скудных временах, мы, в первую очередь, имеем в виду себя в этих скудных временах, а не кого-то, над которым мы при этом поднимаемся. А все странно. Ну, конечно, в советское время... И, кстати, там же, если вы отослали к дискуссии, было написано, что ни о каком сравнении не идет речь. И, кстати, ни у нас, ни, по-моему, у Хайдегера, как раз наоборот, мы говорили о том, что это можно отнести ко всем временам, в которых начинается философствование. Поэтому, как бы, я вот за то, что у нас жест скромности был все-таки соблюден, в некоторой достаточной мере... Игорь, пожалуйста, да? Абсолютно. Сейчас совсем коротко. Мне очень понравилась идея такого предложения двух фигур, которые позволят потом развивать дискуссию. У меня альтернативное предложение. У такого прекрасного писателя Итала Кальвина есть роман «Идеальный рыцарь», если я правильно сейчас помню. Там два есть персонажа исключительно замечательных. Рыцарь и его оруженосец. Рыцарь не существует. То есть это просто пустые доспехи. Но это чистое сознание. Он всегда знает себя. Он всегда знает себя. И всегда знает правила, согласно которым надо поступать. А его оруженосец – полная противоположность. Это то сознание, которое всегда направлено на что-то и пропадает в этом чем-то, потому что не может соотноситься с собой. То есть это всегда отношение к предмету, но никогда к себе. Вот эта вот парочка, вот из нее... Для тех, кто не слышал, это роман Итала Кальвина. Спасибо за образ. И мы... Последний вопрос из зала. Пожалуйста. Меня зовут Вадим. Я всего один вопрос хочу задать. Я вообще больше всего думаю над основным вопросом сегодняшней дискуссии. Зачем философ в скудные времена? Я очень благодарен, конечно, за мысли и за идеи, которые вы изложили. Они действительно замечательные. И мне есть над чем подумать. Но во всем этом ускользает ответ на вопрос. Так философ-то зачем? Причем не просто зачем философ, а в чем специфическая роль философа? То есть что может сделать только философ в эти скудные времена? Ну понятно, он может быть скромным, он может созерцать, он может отрицать, но отрицать может кто угодно. Кто угодно может не соглашаться, кто угодно может протестовать. Это все ясно. А сам философ-то, в чем его роль? Если сейчас не будет времени на него ответить, то потом можно будет ответить. Вадим Эмель. Я сначала сказала, что конкретике философского жеста, и повторила это в ответ на чью-то реплику, будет посвящена наша вторая часть. Или определенности философского жеста. Хотя, мне кажется, уже сейчас мы говорили в общем виде, и вот Анатолий Валерьянович наставил, на том, что мы говорим изнутри философии, мы говорим о том, что, собственно, делает философ, и если это делает кто-то, то он делает это как философ. Вот если он что-то начинает, видя скудность времен, то всякое начало будет философским жестом. Но, повторяю, конкретизировать его мы попробуем на второй части. Николай, ты решишь? Просто надо было внимательнее слушаться. И ответ был прямой и совершенно однозначный. Причем в нескольких ипостазиях, в двух, по меньшей мере. Во-первых, философ это тот, кто отвечает за обращение мышления в предмет необходимости. Видите ли, никто другой за бытие мышления не в ответе. или в другом лице философ потому и вынужден ожидать впереди то ли цикута, то ли гулаг, то ли не знаю что, что он уличает время в беспредметности самосознания. Вот в чем дело. А если ты не знаешь самого себя, твоя речь заведомо ложь. Поэтому любое слово философа это всегда оскорбление, это унижение по отношению ко всем власть над умами имущих. Вот тебе и просто. Вот зачем и нужно идти на риск. Это не просто базар какой-то. Там-то и дело. Это очень прямое дело. Другого дела и у нас и нет. Это же как дважды два. Об этом, по-моему, и шла речь. Вопрос можно? Вот если я правильно помню, название статьи Хайдегера звучит как «Для чего поэты?» То, что нам предложили ознакомиться. Наверное, это некое и он рассуждает вообще-то о поэтах. Вообще-то. Не означает ли это, что поэтическое осмысление мира в некотором смысле глубже философского, точнее, адекватнее, оно в сумерках, и эти сумерки, это мы должны для себя решить. Это сумерки заката или это сумерки рассвета? Есть такая фраза «Мой первосвет творит меня сначала». Сначала, они пишутся вместе. Не с начала, а с начала, это как значит «Он опять меня творит». Это первосвет. Вот. Спасибо. Можно я все-таки отвечаю на ваш вопрос, позволю себе коротко ответить, но если кто-то хочет, коллеги могут присоединиться, и тем самым заканчивая нашу первую часть. Во-первых, мне не показалось, что Хайдегер вообще не говорит в этой статье о философии. Более того, когда он начинает говорить о Гёльдерлине, он говорит о том философском свете, на который ссылается Гёльдерлин. Если мы вспомним более близкую к нам историю, или вспомним Бадью с его идеей философской подшитости к поэзии, то, в общем-то, здесь это и имеется в виду, что философия, внимая другому, внимает поэзии, но именно философия внимает этому другому. То есть, ну, повторяю, конкретизация собственно философского жеста, может быть даже, в отличие от жеста политического, мы сейчас начнем. Ну, первичная поэзия. Вот, мне кажется, что вопрос, что первичный, что вторичный, он очень-очень идеологически ангажирован. Давайте мы на него не будем сейчас отвечать. По поводу последних вот двух реплик. Я хочу показать на этом примере зачем нужна философия. Вот, понимаете, вы спрашиваете, зачем нужна философия? А философия обратно, ну, философия, извините, я думаю, что их философия могла бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы где надеетесь получить ответ? В смысле, что это такое, зачем? В каких таких зачем, зачем, да, вы надеетесь или хотите получить ответ? Быть может, в том, чтобы вы представляете себе полем ответа, философии не найдется места. Вполне может быть. Поэтому философия, вот если бы философия задавала ваш вопрос, она бы прежде всего спросила, я что имею в виду, когда спрашиваю, зачем? Теперь вы говорите, точность, поэзия гораздо точнее, гораздо адекватнее и так далее. Адекватнее, не точнее. Ну, хорошо, адекватнее. Адекватность, что такое, извините? Вот, я не спросу, адекватно с сумерком. Адекватно с сумерком? извинякое, что такое сумерки, то есть, которые не есть просто... Состояние неопределенно. Так, значит, неопределенность. Вы сказали слово постигает или понимает что она адекватно делает выражает поэзия выражает прекрасно она выражает вот теперь давайте я не буду спрашивать уже потом осмысляет то что выразила образом короче говоря философ такого рода может сказать вещь но он немедленно спросит себя что собственно я имею виду в данной статье вот хайдеггер вторичен по отношению гидры а почему решили что философия претендует на первичность вот на самом деле не кажется что этой претензии по философии как раз и нет и вот я сейчас теперь ответственно заявляю что я передаю образы правления и ведения артем артеми владимирович и мы переходим ко второй части и он сам решит что сейчас дальше делать но мне кажется что во многих своих идеальных лучших вариантах философы не говорили о философии как первичной и не говорили о ней как о царице в частности как известно кант называл философию служанкой служанкой других наук но не той да которая несет за госпожой шлейф который несет перед ней факел но это не первичная вот в этом смысле то есть у философии и если следует до замечанию да она скромна и поэтому если вы ее хотите так ты не первичная к философия знает не мне так кажется я не за нее начало это возвращение так все я передаю а а а а а а а а